В Ульяновске завершилась третья по счету спартакиада трудовых коллективов профсоюзных организаций. 11 команд, 6 видов спорта, более 250 участников. Азарт на площадке и вокруг нее был неподдельный. Не унывали те, чьи коллективы в итоговом протоколе не попали на пьедестал почета. Например, команда профсоюзной организации УАЗа в золотой середине. Автозаводцы взяли лишь серебро в плавании, но своим выступлением все равно остались довольны. В нашей команде, конечно, я поставил опять с плюсом, с учетом того, что у нас все 45 и выше. И на каждом празднике, и на каждых соревнованиях мы заняли практически все седьмые места, что является очень хорошим местом и показательным в этом году. После такого большого заболевания, которое у нас был, ковид, и очень все долго болели. И хорошо, что она заново началась, и это очень прекрасно. В четырех видах спорта из шести лучшей была команда «Авиастарпрофавиа», которая первенствовала в настольном теннисе, волейболе, дарце и челночной эстафете. Как итог, авиаторы выиграли общекомандный зачет спартакиады трудовых коллективов. Побеждать всегда приятно, но мы готовились, мы надеялись, конечно, да, конечно, готовились. У нас есть на территории завода площадки и теннисный корт, и шахматная зона есть у нас, и волейбол, у нас организованные тренировки ведутся, поэтому мы серьезно готовились к данному мероприятию. Почетное второе место у команды «Электропрофсоюза», чемпиона прошлогодней спартакиады. Бронзовые медали у профсоюзной организации Ульяновского государственного технического университета. Дипломы участников получили все. Главное, спартакиада возродилась. Почему занимается этим делом профсоюз? Традиционно всегда это было ведение профсоюза. Культурные мероприятия, спортивные мероприятия, соединить людей, пригласить их, обеспечить оборудованием, условиями. Это задача профсоюза. Это не только профилактика здоровья. Ну и мое понимание личное – это общение людей.